Семейство Ильмовые или Вязовые. Насчитывает 6 родов и около 50 видов. Это семейство объединяет только древесные растения с простыми очередными листьями и быстро опадающими прилистниками. Их пазушные соцветия состоят из мелких ветроопыляемых цветков с простым чешечковидным околоцветником. Околоцветник обычно состоит из 4-5 долей, иногда число долей доходит до 9. Долям околоцветника противостоит примерно такое же число тычинок. Зависть верхняя одногнездная, развивающаяся в односемянный, не скрывающийся плод. Светки Ильмовых обоеполые. Либо они могут быть обоеполыми и мужскими. Геницей образован двумя сросшимися плодолистиками. При этом в одном из плодолистиков развивается семизачаток, другой редуцирован и остается стерильным. Верхние части плодолистиков не срастаются и несут на внутренней стороне рыльцевые поверхности. Столбик же отсутствует вообще. Зависть одногнездная, сплюснутая. Плоды Ильмовых крылатые семянки реже крылатые орешки. Они хорошо приспособлены к переносу ветром. Этому способствуют их крылья, крупные воздухоносные полости в межклетниках голоплодника, небольшая масса и уплощенная форма плода, нередко окамеленную ресничками. Либо же имеет место увеличенная полость гнезда семени. Зоохория не имеет здесь большого значения, хотя животные охотно поедают некоторые плоды Ильмовых. В умеренном климате с резкой сменой времен года Ильмовые – это обычные листопадные летне-зеленые растения. В субтропической, особенно в тропической зоне, среди них уже появляются полулистопадные, а иногда даже вечно-зеленые формы. В России данное семейство представлено всего двумя родами – родом Вяз и родом Дзельку. Рот Вяз. Насчитывает около 40 видов листопадных, редко полувечно-зеленых деревьев, достигающих 20-30 метров в высоту и более, с густой, округлой или эллиптической кроной, образованной толстыми основными ветвями и более тонкими, густо разветвленными периферийными ветвями. Листья расположены очередно, при том располагаются они на побегах двурядно и образуют густой лиственный покров, малопроницаемый для света. Листья с короткими черешками, преимущественно неравнобойкие, а не цельные, реже в верхней части лопастные. Соцветия собраны в пучки, цветение происходит еще до распускания листьев. Цветки имеют простой околоцветник, состоящий из 4-9 чашелистиков. Твичинок столько же, сколько и чашелистиков. Плод семянка с перепончатым крылом, охватывающим семя кругом. Плоды созревают в конце весны, через несколько недель после цветения. Семена не имеют периода покоя и очень быстро прорастают, всего лишь спустя 5-10 суток после опадения. И сеянцы успевают закончить вегетацию до наступления осенних холодов, поэтому в питомниках нередко практикуют летние посевы вязов. В случаях нарушения процесса выпыления оплодотворения, у вязов могут в массе образовываться портенокорпические плоды, то есть плоды, не содержащие семян. Вязы также хорошо возобновляются порослю от пеня и способны давать корневые отпрыски. Растут они очень быстро. Возраст половой зрелости вступает в 8-12 лет. Если же они растут в насаждениях, то этот возраст затягивается до 15-30 лет. При благоприятных условиях живут тоже долго, до 150-300 лет. Но в неблагоприятных условиях, например в засушливых, долговечность деревьев может резко сокращаться до 30-40 лет. Своё название вяз получил из-за необычайной вязки упругой и прочной древесины. Она издавна используется для изготовления гнутых изделий в столярном производстве. Вязы также широко применяют в степном и полизащитном лесоразведении, для закрепления оврагов, склонов, откосов, дам. Они довольно устойчивы в условиях городской среды, имеют много декоративных форм и культиваров. Ценится в озеленении. Основным фактором, ограничивающим практическое использование вязан, является их высокая поражаемость так называемой голландской болезнью, которая вызывается сумчатым грибом Офеостома ульми. Болезнь начинается с внезапного пожелтения, увядания листьев и усыхания концов ветвей. При острой форме заболевания дерево усыхает в течение вегетационного сезона, иногда даже быстрее всего лишь за несколько дней. При хронической болезни болезнь растягивается на несколько лет. При этом листья преждевременно желтеют и частично опадают, и прожженные ветви хорошо выделяются на зеленой фоне кроны. Этот характерный симптом голландской болезни получил название желтого флага. На срезах прожженных ветвей хорошо заметны потемневшие сосуды. Они часто захватывают всю окружность среза. Основным переносчиком голландской болезни являются жуки-заблонники, которые весной питаются молодыми побегами вяза и разносят спора гриба на своем ротовом аппарате. После заражения дерева уже через 24 часа наблюдается размножение гриба в сосудах ксилемы. Здесь образуется масса микроконидий, очень мелких, разносящихся по сосудам дерева с восходящими токами. За час они переносятся на расстояние до 15 метров. Скорость их перемещения определяется интенсивностью сокодвижения. Гифы гриба через спор проникают из сосудов сосуд. Они распространяются также в сердцевинных лучах и в паранхемии дерева. В пораженных клетках образуется темная камеди подобная масса, выделяющаяся в сосудах ксилем. Причинами увядания дерева считают механическое закупоривание сосудов ветвей ствола камедью с порами и гифами грибов, продуктами гидролиза клеточных стенок хозяина, а также образование грибом различных токсинов. Впервые в Европе эта болезнь появилась в начале 20 века в Нидерландах. Родина грибка считает Юго-Восточную Азию, поскольку в этом регионе известны устойчивые виды вяза. Предположительно, грибок мог быть завезен с корзинами из вязовых прутьев, в которых перевозили вещи китайские рабочие. Китайцев нанимали для строительства оборонительных сооружений во времена Первой мировой войны. В 20-х годах 20 века болезнь распространилась по всей Европе. В 30-х годах с грузами бревен она была занесена в Соединенные Штаты Америки через порты Атлантики и Мексиканского залива. В результате Голландия потеряла до 70% вязовых насаждений. В 36-м году голландская болезнь достигла западных регионов Советского Союза и Юго-Восточной Азии. А к 40-му году эпидемия в Европе практически прекратилась, но продолжилась в Америке, распространившись по Восточным и Центральным Штатам. В 40-м году болезнь была обнаружена уже на востоке Канады. Ежегодно болезнь наносила до 15% вязов в Северной Америке. А в 40-х годах началась новая пандемия, предположительно вызванная штаммом гриба, завезенном повторно из Америки. Болезнь также быстро распространилась, например, на те же территории. Особенно пострадала Великобритания, где вес считался одним из национальных символов и где был практически полностью уничтожен. К 21-му году голландская болезнь оказалась широко распространенной в Центральных и Южных регионах Европейской части нашей страны. К сожалению, эффективных мер борьбы с этой болезнью не существует. Если болезнь поразила растение, то это растение обречено на гибель. Существуют виды вяза, которые проявляют относительную устойчивость к голландской болезнью. К ним относится вяз мелколистный или вяз переставитвистый. Сорта вязов, которые выведены на основание вяза мелколистного, часто используются в возеленении наших городов, которые замещают традиционные виды вязов. В России, естественно, произрастают вяза семи видов. Притом четыре вида, которые будут охарактеризованы ниже, имеют наибольшее значение. Это произрастающие в европейской части страны вяз гладкий ульмус левис, вяз голый ульмус глябра и вяз скраболистный ульмус карпинефолия, а также произрастающие в азиатской части страны вяз мелколистный ульмус пуниля. Вяз гладкий ульмус левис. Это дерево высотой до 35 метров и диаметром до 1 метра, с широкой, обратно яйцевидной или зантиковидной сильно разветвленной кроной. Концы ветви тонкие. Данный вид имеет прямые или слегка искривленные стволы со светло-сероватой, тонкой, неправильно трещиноватой корой, которая отслаивается тонкими плоскими пластинками. В результате кора приобретает пеструю окраску с темно-серыми и светло-серыми пятнами. Листья вязы широко эллиптические, сравнительно крупные, длиной 5-9 см. Отличительная их особенность это то, что сверху они практически лишены опушения, а также сильно выраженная неравнобокость основания. В результате длина левой и правой половинок может отличаться на 2 см. Молодые побеги тонкие, светло-бурые и блестящие. Почки острые, с темными поперечными полосками чешуи. Распускаются поздно. Этот вяз характеризуется ядровой древесиной с широкой заболонью светло-желтого цвета. Ядро имеет светло-бурую окраску. Древесина у него довольно тяжелая, средней твердости, очень вязкая, но малопрочная. Возраст плодоношения данный вид вступает в 10-15 лет. Цветет рано, задолго до распускания листьев в конце апреля. Из цветочных почек распускаются цветки, собранные в редкоцветные зонтики. Они мелкие, с простым чешечковидным околоцветником, состоящим из 6-8 чешелистиков и 6-8 тычинок с фиолетовыми пыльниками. Пестик состоит из двух плодолистиков. Данный вид опыляется ветром. Широкие крылатки вокруг развивающихся плодов становятся зелеными и фотосинтезируют наряду с листьями. Вяз гладкий, цветет и плодоносит ежегодно и обильно. Но у него в сильной степени проявляется портенокорпия. В северных районах своего распространения он дает иногда до 90% плодов без семян. Плоды возревают рано, сразу же опадают из дерева, хорошо распространяются ветром. Их характерные особенности это наличие длинных ножек, бурый цвет, а также по краю ресничатое опушение. По данному признаку эти плоды хорошо отличаются от плодов других видов вяза. Семена сравнительно мелкие с плюснутые. Попав в благоприятные в отношении влажности условия, семена скоро прорастают и дают небольшие всходы с широкоэллиптическими или обратно яйцевидными семидолями. К осени они уже достигают высоты 5-10 см. Растет он сравнительно быстро. Корневую систему дает интенсивную, но более или менее поверхностную. Вегетативно практически не размножается, но зато хорошо возобновляется порослью от пня. Северная граница ареала вяза Гладкого проходит через Петрозаводск, Киров, Свердловск. Восточной границей служат Уральские горы. Дальше Урала этот вяз не заходит. Южная граница простирается до Крыма и Кавказа. Вяз гладкий, хорошо, довольно холодостойк, поздневесенними заморозками не повреждается, но от сильных морозов покоящиеся почки вымерзают. По отношению к свету он занимает среднее положение, являясь сравнительно теневыносливым. К плодородию и влажности почвы относятся со средней требовательностью, но естественно растет больше в пойменных лесах. Иногда дает чистые визовники, особенно в пойменных условиях. Другим видом, произрастающим в европейской части страны, являются вяз голый, или вяз шершавый, или ильм горный. Ульмус глябра. Это дерево такого же облика, как и вяз. Отличается он корой, которая не отслаивается пластинками, поэтому она более темная и с длинными продольными трещинами. Листья широкоэллиптические или обратно яйцевидные, до 15 см длиной. С обеих сторон они имеют шершавое опушение от коротких щетинистых волосков. По краю эти листья дважды пильчатые. Сверху у некоторых листьев нередко образуется трезубец. Неравнобокость основания выражена намного слабее, чем у предыдущего вида. Стебли и почки у этого вида тоже опушены жесткими волосками. Почки яйцевидные, тупые, темно-бурые. Древесина имеет такие же характеристики, как и у вяза гладкого. Цветки у вяза голого похожи на цветки вяза гладкого, но на более коротких цветоножках и имеет меньшее количество тычинок и чашелистиков. Их число всего лишь 5-6. Плоды же у него с более широким крылом и без ресничатого опушения. Вяз голый – это дерево преимущественно пойменных лесов. Он требует уценок влажности и плодородию почвы, более теплолюбив и менее зимостой, чем вяз гладкий, но теневыносливее. Он имеет более плотную крону, более крупные листья, поэтому изменения ценятся в большей степени, чем предыдущий вид. Ареал его совпадает с вязом гладким. Особенно в озеленении ценятся культивары вяза голого. Это вяз голый форма плакучия – ульмус глябра пендуля. А также вяз голый узкоколновидный – ульмус глябра фастегиата, который разводят путем прививки. Вяз горболистный или вяз полевой или берест. Это дерево до 20-25 метров высотой, которое по размеру несколько уступает двум предыдущим видам. При этом в засушливых условиях или на бедных почвах это растение может принимать форму роста небольшого деревца второй-третьей величины с сильно искривленным стволом или даже кустарника. Морфологически это растение занимает промежуточное положение между вязом гладким и вязом голым. Вяз горболистный отличается глубоко трещиноватой корой, тупыми темно-коричневыми почками, более плотными глянцевыми сверху листьями, которые в верхней стороне более или менее гладкие, а снизу щетинисто-опушенные. По краю листья тупо неравнозубчато-пильчатые. Цветки собраны в плотные, компактные, шаровидные соцветия. Притом цветки имеют наибеньшее число частей околоцветника и наименьшее число тычинок. Их число всего лишь 4-5. Плоды голые, коричнево-желтые, с семенем помещенным ближе к верхнему краю крыла. Ареал данного вида представлен двумя изолированными участками, европейским и азиатским. В европейской части страны данный вид произрастает намного южнее, чем вязг голый и вязг гладкий. Северная граница его ареала простирается примерно от 53 параллели и дальше спускается до Кавказа. Восточная граница проходит по бассейну реки Волги. Азиатская часть ареала распространяется в населенных пунктах Казахстана и Средней Азии. Данный вид широко распространен в лесостепной, степной и в полупустынных зонах по опушкам южной части широколиственных лесов. Он теплолюбив, малозимостойк, очень святолюбив, засухоустойчив, требуется на плодородию почвы, хотя может выдерживать ее засоление. В южных районах вязг горболистный широко применяется при создании защитных и противоэрозионных насаждений, а также возеленения. Известна форма вяза горболистного с пробковыми наростами на побегах. Такая декоративная форма называется вязом пробковым. Вяз мелколистный или приземистый или перистовитвистый. Обычно это дерево всего лишь 6-15 метров в высоту, но в благоприятных условиях она может достигать до 25 метров в высоту в диаметре ствола свыше 1 метра. Отличается это растение темно-серой корой с продольными трещинами, двоякопильчатыми листьями небольшого размера 3-5 сантиметров длиной, плотнокожистыми, голыми, сверху темно-зелеными. Листья располагаются на коротких черешках. Образуются они на длинных, иногда дуговидно изогнутых побегах, при том листерасположение строго двурядное, отчего облицовленные молодые побеги несколько напоминают крупные перистые листья, и поэтому сам вяз нередко называют вязом перистовитвистым. По репродуктивным органам этот вяз очень похож на вяз горболистный. В России ареал вяза мелколистного представлен двумя участками. Южным Приморьем, а также в Восточном Казахстане. Главным образом это безлесные районы лесостепи, степи и пустыни. Это определяет и его экологические свойства. Вяз мелколистный очень светолюбив, засухоустойчив, соль вынослин, среднетребователен к плодородию почвы. Правда у различных эко типов вяза зимостойкость может варьироваться в широких пределах. Это один из наиболее ширококультивируемых древесных растений, засушивших районах земного шара. В России, а также на территории сопредельных государств, он повсеместно используется в степном и полизащитном лесоразведении, в озеленении городов населенных мест лесостепной, степной и полупустынной зоны долин Средней Азии. Здесь обычно его называют вязом туркестанским. В сравнении с другими видами вяза он более устойчив к голландской болезни и к условиям городской среды. Луч переносит в сильную обрезку и формовку крон, поэтому может применяться для создания высоких стриженных живых изгородей. Правда в таежной зоне в суровые зимы отдельные деревья этого вида могут сильно обмерзать. Род дзельква представлен шестью видами, произрастающими в Западной и Восточной Азии, а также на Кавказе. Отвязов дзелькви отличаются плодами. Плоды у них орешки. В нашей стране дзельква представлена одним видом. Это дзельква горболисная. Это мощное листопадное дерево до 40 метров высотой и свыше 1 метра в диаметре ствола. Кора дзелькви отличается отсутствием трещин. Она гладкая, серовато-бурая. Побеги тонкие, опушенные. Листья имеют продолговатую форму, остроконечные, крупнозубчатые по краю. Цветки мелкие, с колокольчатым околоцветником, тычиночные и обоеполые на одном и том же растении. По внешнему виду напоминают цветки вязов. Дзельква является быстрорастущим растением, которое хорошо возобновляется порослю от пня и корневыми отпрысками. Может размножаться черенками. Отличается высокой долговечностью. Она может прожить до 800 лет и более. У нее очень ценная ядровая оранжевого цвета древесина. Прочная и стойкая к гниению. Растет она в лесах Закавказья. Имеет весьма ограниченный реликтовый ареал, поэтому она занесена в Красную книгу. Поэтому нуждается в активной охране. Цена на дзелькву не только древесины. Это важное горно-мелиоративное и озеленительное древесное растение. Ее недостатком является теплолюбие и незимостойкость, а также требовательность к плодородию почвы. И интересна она для озеленения только в южных городах нашей страны. Близкое к вязовым является семейство каркасовое, насчитывающее 9 родов и около 80 видов. Данное семейство представлено вечно зелеными и полулистопадными или листопадными деревьями, реже вечно зелеными лазящими лианами, распространенными преимущественно в тропиках и субтропиках всех частей света. По большинству морфологических признаков и общему уровню развития, каркасовые являются значительно более специализированной группой, чем вязовые. В данном семействе преобладают виды с однополыми цветками, хотя у некоторых обычен небольшой процент обоеполых цветков. В теплоумеренной зоне каркасовое представлено только однодомными растениями, в тропиках встречаются наряду с однодомными также двудомные. Причем даже в пределах одного вида можно видеть разную степень дифференцировки деревьев по преобладанию женских или мужских цветков. Мужские цветки каркасовых собраны в многоцветковые соцветия в пазухах чешуевидных листьев. Женские же расположены выше по побегу в пазухах зеленых листьев по одному или трем, а также они могут быть расположены в сложных многоцветковых соцветиях. В отличие от вязовых, характеризующихся сухими плодами, все каркасовые имеют сочные плоды, костянки. Семена каркасовых обычно округлые. В нашей стране семейство каркасовое представлено всего лишь одним родом – родкаркас. Родкаркас Включает свыше 50 видов листопадных деревьев с серой корой и двурядным расположением зубчатых по краю, а также опушенных листьев. Цветки у него бывают двух типов – АБ полые в пазухах зеленых листьев и тычиночные – по 2-3 цветка на нижней части побегов прошлого года. Околоцветник незрачный, похож на околоцветник представителей семейства вязовых. Число листочков околоцветника – 4-7. Число тычинок совпадает с числом частей околоцветника. Пестик также образован двумя плодолистиками. Сверху имеет два рыльца. Цветет Кавказ сразу после распускания листьев. Плоды – маломесистые, гладкие костянки. На Кавказе широко распространен каркас кавказский, который встречается также в лесах Казахстана и в лесах Средней Азии, предпочитая засушливые условия. Представлен он небольшим деревом с 60 метров высотой. В наиболее благоприятных лесорастительных условиях, правда, это дерево может достигать высоты до 27 метров, со стволом свыше 1 метра в диаметре. Листья у карказа яйцевидные, кожистые, сверху слегка морщинистые, на коротком черешке, снизу листья опушенные. В основании слегка неравнобокие. Плоды – шаровидные костянки, темно-красно-коричневые, слабомесистые. Они являются съедобными. Растет каркас кавказский сравнительно медленно. Занимает каменистые склоны, засухоустойчив, светолюбив, теплолюбив и незимостоев. Может дожить до 200 лет, возобновляется поросль от пня. Обладает высококачественной ядровой древесиной. За исключительную твердость и плотность древесина каркас еще называют каменным деревом. Древесину используют для изготовления деталей, духовых инструментов, резных изделий. Кору можно использовать для дубления кож. Листья идут на корм скоту и шелковичных червей. Мучнистые плоды имеют приятный вкус и употребляются в пищу. Каркас является ценнейшим древесным растением для облесения гор, а также для озеленения населенных пунктов в южных засушливых районах. Например, в Крыму, на Кавказе, а также в городах Средней Азии. Семейство Тутов. Это обширное семейство, насчитывающее не менее 65 родов и более 1700 видов, представители которого распространены в основном в странах с тропическим и субтропическим климатом. Это семейство заключает в себе очень большое богатство жизненных форм и их своеобразие. Это прежде всего огромные тропические деревья с высокоподнятыми кронами, которые являются неотъемлемым компонентом дождевого тропического леса. Помимо вечно зеленых деревьев, среди Тутовых множество полулистопадных и листопадных деревьев, а также кустарников, травянистых, многолетних и однолетних растений и лазащих лиан. Также среди них встречаются специфические жизненные формы, которые мы не находим среди представителей других семейств. Прежде всего это растения удушители. Растения удушители вначале развиваются как эпифиты на стволе или ветве другого дерева, дерево хозяина, куда их семена заносят обычно птицы или другие животные. Воздушные корни эпифиты по стволу дерева хозяина дорастают до земли и укореняются в почве, после чего начинают интенсивно разрастаться в толщину. При этом многие из них соприкасаются и срастаются, охватывая и сдавливая ствол дереву хозяина со всех сторон. Дерево постепенно отмирает, а на его месте остается прочный каркас, ствол из переплетения сросшихся корней фикуса удушителя. Таким образом, сравните на короткий срок, растение удушитель ценой жизни дерева хозяина выносит свою крону в первый ярус древостоя ближе к свету. Вследствие этой особенности фикусы удушители в странах Карибского моря считаются символом неблагодарности и предательства. Другая экзотическая форма, специфичная для данного семейства, это баньян. Образование баньяна – это своеобразная форма вегетативного размножения, расселения растения, при котором связь между материнским деревом и дочерними довольно долго сохраняется, и отмирание материнского ствола, как правило, не нарушает нормальной жизнедеятельности его потомков. Формирование баньяна начинается с образования на крупных горизонтальных ветвях взрослого дерева воздушных корней, обычно не несущих корневых волосков. В определенные моменты жизни дерева их появляется очень много, и они гирляндами свисают с горизонтальных ветвей. Воздушные корни растут очень медленно, и через некоторое время большая часть их засыхает, так и не достигнув почвы. Массовое образование воздушных корней имеет определенный физиологический смысл. В результате осуществляется дополнительный синтез аминокислот необходимых дереву в период исселенного роста. Единичные воздушные корни, дорастая до земли, укореняются, после чего надземная их часть интенсивно утолщается, приобретая облик и проводящую функцию стволов. Анатомическое строение такого корневого ствола, корни подпорки, или столбовидного корня, становится близким к строению стебля. Материнская ветвь, от которой отошли эти воздушные корни, также разрастается в толщину. Однако она утолщается в основном лишь в направлении от корня подпорки к периферии растения. В результате ветвь, в месте ее отхождения от материнского ствола, оказывается более тонкой, чем на участке после корня подпорки. Это необычное утолщение периферийной части ветви, по-видимому связано с тем, что с определенного момента она получает основное корневое питание через корень подпорку, а не через материнский ствол. Зависимые же периферийные части ветви от материнского ствола постепенно ослабевают. В нашей стране среди представителей данного семейства наибольшее значение имеют роды фикус и роды шинкулица. Род фикус является самым крупным родом в данном семействе, насчитывающим до тысячи видов. Наиболее ярким представителем рода фикус, произрастающим в южных районах нашей страны, является смоковница, или фикус карика. Это небольшое дерево со светло-серой гладкой корой, а также крупными очередными пальчато-лопастными или пальчато-раздельными жесткими листьями с опадающими прилистниками. Для фикусов характерна так называемая каулифлория. Их цветки закладываются на многолетних побегах, на достаточно толстых ветвях и на стволах. Важной особенностью фикусов является специфическое строение репродуктивных органов, а также весьма сложные взаимосвязи их с насекомыми-опылителем. В частности, у смоковницы опыление осуществляется благодаря одному-единственному виду насекомого. Это маленькая оса из семейства агауниды, которая называется Бластофагопсенс. Незрачные и крохотные цветки смоковницы окаймляют внутреннюю полость грушевидного соцветия – сикония, имеющего наверху небольшое отверстие, прикрытое чешуйками. У смоковницы, как и у других фикусов, развиваются три типа цветков. Мужские и тычиночные, женские короткостолбиковые или галловые и женские длинностолбиковые, дающие плоды. Длинностолбиковые цветки формируются в специальных соцветиях в процессе развития превращающихся в крупные сочные соплодия, называемые инжиром, винной ягодой или фигой. Внутри этих соплодий находится огромное количество мелких, длиной в несколько миллиметров, плодиков смоковницы. Мужские или галловые цветки формируются в других соцветиях. Эти сиконии меньше размером и всегда остаются твердыми. В них развивается пыльца и проходит личиночная стадия Бластофаги. У диких растений смоковницы оба типа соцветия находятся на одном и том же дереве. У большинства же культурных смоковниц женские плодущие соцветия с длинностолбиковыми цветками формируются на деревьях, называемых фигами, а соцветия с мужскими и галловыми цветками на других деревьях – каприфигах. Соответственно, и соцветия и соплодия также называются фигами и каприфигами. В течение вегетационного периода смоковницы цветут неоднократно. Каприфиги обычно имеют три генерации соцветий – ранневесеннюю, летнюю и осеннюю. При этом осенние каприфиги, как правило, не содержат мужских цветков и следовательно функционируют только как инкубатор для развития осы Бластофаги. У фигжи чаще появляются одна-две генерации соцветий – летнее и осеннее. Разновременность появления соцветий и разнообразия цветков смоковницы непосредственно связана с развитием Бластофаги, опыляющей цветки в процессе следующего жизненного цикла. На первом этапе, ранней весной, самка Бластофаги проникает через верхнее отверстие в молодой сиконий каприфигу и откладывает яйца в семизачатки галловых цветков. В начале лета в этом сиконии из отложенных яиц развиваются взрослые Бластофаги. Их мужские особи бескрылые и недолговечны. Во взрослом состоянии они живут лишь несколько часов и, оплодотворив самку, из этой же кладки погибают. Следовательно, весь их жизненный цикл проходит внутри одного сикония. Оплодотворенные же самки выползают из сикония. На этом пути, без отверстия сикония, они проползают через строй многочисленных пылящих тычинок и, осыпанные пыльцой, покидают сиконию. В поисках галловых цветков, в семизачатке которых они откладывают яйца, Бластофаги проникают также в сиконии фиги, опыляют длинностолбиковые цветки. Они пытаются при этом отложить яйца в семизачатке цветков, но безуспешно, потому что длина яйца и клада насекомого значительно короче столбиков этих цветков. В конце концов, самка либо погибает, либо находит летние или осенние каприфиги и в их галловых цветках откладывает яйца. Осенние каприфиги зимуют вместе с развивающимися в них бластофагами и лишь весной следующего года из перезимовавших каприфиг выходит новая генерация бластофаг и цикл развития повторяется. Смоковница является одной из древнейших культурных растений. По данным археологов, она культивируется в Азии с палеолита, то есть примерно 5000 лет. В Европе, судя по находкам из гробниц, ее культура не менее 2000-летней давности. Еще в Древней Греции были известны различные сорта смоковницы, а лучшие растения получали собственные имена. В нашей стране смоковницы широко распространены в Крыму, а также на Кавказе, где используются в качестве плодовых растений, а также в озеленительных посадках. Род шелковица представлен листопадными деревьями с простыми, сильно варьирующими по форме листьями и однополыми сережковидными соцветиями. После цветения околоцветники женских цветков разрастаются и разбухают, покрывая развивающуюся зависть слоем мясистой ткани. В результате каждый плодик выглядит как мясистая костянка. Впоследствии мясистые покровы плодиков срастаются, образуя соплодия, которые в быту обычно называют ягоды. Соплодия шелковицы вкусны, богаты сахарами, их содержание более 10% и витаминами. Шелковица ежегодно и обильно плодоносит, поэтому и считается очень выгодной пищевой культурой. Определенное значение имеет шелковица и в пчеловодстве. Пчелы высасывают сладкий сок плодов и собирают пыльцу в ее цветка. Однако основная ценность этого растения отражена в его названии – шелковица, и связана с использованием ее листьев для выкармливания гусениц тутового шелкопряда, из коконов которого получают натуральную шелковую пряжу. В этих целях растение издавна культивируется. В Азии, а именно в Китае, более 2,5 тысяч лет, в Европе свыше тысячи лет. Благодаря своей давней культуре, в настоящее время у шелковицы известно около 400 гибридных полиплоидных форм сортов. Древесина шелковицы идет на всевозможные поделки. Лук используется для изготовления канатов и веревок, а также картонной бумаги. Из листьев древесины получают желтый краситель. Кору корней и листья применяют как лекарственное средство. Шелковицы светолюбивы, жаростойки, засухоустойчивы, к плодородию почвы среднетребовательны, весьма теплолюбивы и малозимостойки. Особенно шелковицы черные. В промышленных масштабах виды шелковиц разводятся в Средней Азии, на Кавказе, в Крыму, на юго-западе Украины и в Молдавии. Более зимостойкую шелковицу белую применяют в поле защитном лесоразведении значительно севернее, даже в лесостепной зоне. В Санкт-Петербурге шелковица белая показала себя более или менее устойчивой. Она может произрастать с течением длительного времени, даже цвести и плодоносить, но в сыровую зиму полностью вымерзает. Что касается шелковицы черной, то при культивировании в нашем городе она вымерзает уже в первые годы. Наиболее популярными среди шелковиц являются шелковица белая и шелковица черная. Шелковица белая это дерево родом из Китая, которое характеризуется округлой раскидистой кроной и буросерой трещиноватой корой ствола. Побеги у нее гибкие, палево-серые с рыжеватыми чечевичками. Почки мелкие, листья округло-яйцевидные. У основания срезанные или сердцевидные, на верхушке заостренные. По краю горочито-зубчатые. Они могут быть цельные, либо же неправильно выемчатые до лопастны. Притом выемки располагаются беспорядочные, так что очень трудно найти на одном и том же растении две одинаковых листовых пластинки. По окраске они светло-зеленые, мягкие и тонкие. В соплоде овальные белые или пурпурно-фиолетовые сладкие. Сок не красится. Шелковица черная это растение родом из Афганистана. Она отличается от предыдущего вида красновато-бура окраска ветвей с широко-яйцевидными, обычно более крупными и цельными листьями до 15 см длиной и до 12 см шириной. По краям эти листья тупо зубчатые. Они более темные по сравнению с листьями предыдущего вида, кожистые, сверху шероховатые, снизу волосистые. Соплодие черные с красящимся соком. Слабо опушенные, кисловато-сладкие. В сходных условиях местопроизрастания все фазы сезонного развития шелковицы черные проходят на 1-2 недели позже, чем шелковица белая. Семейство буковы. Это достаточно крупное семейство, насчитывающее 10 родов и около 800 видов. Объединяет оно листопадные или вечно зеленые деревья, часто значительно высоты, и лишь небольшое количество видов кустарников и даже кустарничков, не превышающих 30-40 см. Представители данного семейства распространены в умеренных субтропических и тропических областях обоих полушарий, за исключением большей части Южной Америки и тропической Южной Африки. Листья у буковых очередные или очень редко мутовчатые, с перистым желкованием и обычно с раноопадающими прилистниками. Цветки мелкие, однополые. Цветки одного пола располагаются в пределах одного и того же растения, то есть буквы – это однодомное растение. Цветки собраны вверхоцветные соцветия различного типа – колоссовидные, сережковидные, кистевидные или шаровидные. Реже цветки одиночные. Отдельные женские соцветия у основания окружены более или менее чешевидной плюской, которая у некоторых видов бывает сильно редуцирована или даже полностью подавлена. Плюска образована видоизмененными конечными стерильными ветвями соцветия. Она обычно снабжена придатками разнообразной формы – чешуйками, шипами, бугорками, щетинками. Эти придатки являются видоизмененными прицветниками. Цветки буковых часто бывают с рудиментарными органами другого пола. Устроены они очень просто. Чешелистиков обычно шесть, реже большее или меньшее количество. Тричинок от шести до двенадцати с тонкими свободными нитями, превышающими чашечку. Генецей чаще всего состоит из трех плодолистиков. Плод – желудь, который отличается наличием твердого околоплодника и полностью или частично древеснеющей пыльски. Семейство буковые подразделяется на два подсемейства. Подсемейство буковые и подсемейство каштан. Подсемейство буковые отличается тем, что мужские цветки расположены на блесленных побегах, имеют большие колокольчатые чашечки и крупные пыльники. Пыльски раскрывается двумя-четырьмя створками и содержит по одному или три плода, которые имеют трехгранную либо уплощенную форму. Тип прорастания семян надземных. В результате семидоли поднимаются над землей, раскрываются, зеленеют и выполняют функцию зеленых листьев. Запасным веществом семидоли является масло. В подсемействе буковых два рода род бук и роднофотофагус, который распространен в южном полушарии. Рукбук включает девять либо десять видов, распространенных в Евразии, а также в Америке. Это большие листопадные деревья с клонообразным стволом высотой до сорока метров и свыше полутора метров в диаметре. Ствол покрыт серой гладкой корой, которая остается гладкой до самого преклонного возраста. Буки образуют очень густую, округлую, тенистую крону. Корневая система поверхностная. У старых деревьев часто сильно разрастаются корневые лапы, в связи с чем в кумлевой части ствола появляется характерная желобчатость. Почки буков очень узнаваемы. Они имеют веретиновидную форму длиной до полутора сантиметров. Листья у них продолговато-эллиптические, с 7-15 парами жилок. Цветки бука расположены в пазухах нижних листьев и появляются одновременно с их распусканием. Мужские цветки собраны в висячие, головчатые соцветия с колокольчатой чашечкой и неопределенным числом тычинок от 10 до 20 штук, которые характеризуются длинными тычиночными нитями. В пыльниках образуются очень крупные и тяжелые пыльцевые зерна, которые распространяются в горизонтальном направлении лишь на небольшое расстояние. Женские цветки собраны в двухцветковые соцветия, имеют шестилопастной оклоцветник. Плеска характеризуется четырьмя либо тремя створками. Плод трехгранный желудь. В плеске обычно содержится два либо четыре плода. Зачатки мужских соцветий бука закладываются летом предшествующего цветению года и формируются в почках. Зачатки женских закладываются значительно позднее. Мужские соцветия закладываются в июне, после окончания формирования кроющих чешуй. Процесс формирования мужских соцветий продолжается два-три месяца и уже в августе при вскрытии почек можно найти соцветия с зачатками пыльников. Осенью и зимой происходит дальнейшая дифференциация тканей, заканчивающаяся лишь весной. В одной почке может заложиться до шести мужских соцветий. Зачатки же женских соцветий появляются на месяц позже мужских, когда в почке уже сформировано две-три эмбриональных зачатков листа. Женские соцветия закладываются в виде меристоматических бугорков в пазухах зачаточных листьев. Большее количество зачатков закладываются при продолжительной теплой и сухой погоде, обуславливающей на следующий год большой приток углеводов к почкам и обильное плодоношение. Для нормального развития женских соцветий бук нуждается в низких температурах зимой, минимум несколько сотен часов. Дифференциация соцветий завершается лишь весной после установления устойчивых положительных температур. Распускание листьев и цветение бука происходит в начале мая. Большинство побегов с женскими соцветиями находятся на конечных частях ветвей. Побеги с мужскими соцветиями располагаются по всей длине ветви, преимущественно в нижней ее части. Мужские цветки обычно раскрываются на 3-4 дня раньше женских. В дождливую погоду пыльники раскрываются в нижней части кроны, в солнечную и в верхней. Пыльца бука гибнет как от чрезмерной сухости воздуха, так и от избыточного увлажнения. При созревании женских цветков рыльцы сильно выдвигаются и из них выделяют липкий секрет. Для рыльц даже кратковременные заморозки оказываются губительными. Высокие температуры также оказывают неблагоприятное воздействие. Дождь смывает липкий секрет, ухудшая как прилипаемость, так и прорастание пыльцы. Семизачаток и зародушевый мешок заканчивают развитие только после опыления, осуществляемого главным образом ветром, так что оплодотворение яйцеклетки происходит только через 2-3 недели после опыления. Плоды созревают в октябре. Семена зимуют в подстилке под снегом и прорастают в марте-апреле, когда среднесуточная температура поднимается до плюс 8-10 градусов. Семидоли, похожие на полукруглые раскрытые зеленые веера с ушками при основании выходят на поверхность и остаются на молодом растенице около 10 суток. С появлением первых листьев проростки становятся более устойчивыми и развивают стержневой корень длиной 20-30 сантиметров. В первый период развития сеянца бука нуждаются в затенении, которое в естественных условиях обычно имеется. Бук живет до 500 лет. Хорошо плодоносить начинает с 30-50 лет, дает прирост до 350 лет. Наиболее быстрый рост высоты происходит до 80 лет, после чего ствол в основном только утолщается и развивается мощная крона. Кроме семенного размножения, в молодом возрасте бук возобновляется пневой порослью, которую дают все пни диаметром до 10 сантиметров, но уже при диаметре ствола 20 сантиметров порослевое возобновление резко снижается. Поросль из спящих почек также способна образовывать стволы, особенно после рубки в хорошо освещенных местах. Корневые же отпрыски редки появляются после повреждения корней и для размножения бука существенного значения не имеют. Бук очень теневынослив. Это самый теневыносливый из всех лесообразователей, благодаря чему его самосев подросток способны успешно развиваться под пологом даже сомкнутых буковых насаждений. Также бук теплолюбив, страдает от заморозков и обмерзания, требовательных влажности воздуха не выносит сухих или избыточно увлажненных почв, предпочитает свежие плодородные почвы. У бука есть хорошо выраженные рано и поздно распускающиеся фенологические формы. Распускающиеся формы более зимостойко, рано распускающиеся формы, однако более подвержены повреждениям поздневесенними заморозками. Бук растет в лесах. Если он образует чистые насаждения, бучны и будники, то они характеризуются высокой тенистостью. Под плотными кронами буков настолько темно, что не могут развиваться не только древесные, но и травянистые растения. В таком случае образуются так называемые букники мертвопокровники, у которых имеется лишь полок из опавших листьев. Но также бук может расти в смеси с другими широколиственными древесными растениями дубом, липой, кленом, грабом или технохвойными древесными растениями, пихтой и елью. Листья бука богаты известью и при разложении препятствуют образованию грубого гумуса, поэтому бук является хорошей почво улучшающей породы. В горных условиях леса с участием бука имеют важное горноукрепительное, почвозащитное, водорегулирующее и водоохранное значение. Наслаждение бука производительность способно накапливать до тысячи кубометров на гектар древесины. Древесина исключительно ценная, широко применяется в различных отраслях народного хозяйства. Используется также кора бука, которая богата дубильными веществами. Кроме этого, бук имеет важное пищевое и кормовое значение. В его желоде, урожайность которых может достигать 450 килограммов гектара или до 8 килограммов с одного дерева, содержит до 50 процентов жира и до 30 процентов белка. Они являются излюбленным кормом для кабанов и свиней. Из желудей получает также приятное на вкус светлое масло. Масло по своим качествам очень напоминающее прованское и используемое в пищевой промышленности и в технике. В вареном виде желуди идут на корм птице и домашнему рогатому скоту. Также они съедобны для человека, но при чрезмерном употреблении могут нанести вред здоровью. Бук устойчив также в условиях городской среды и ценится в озеленении. В России естественно произрастают два вида буков. Бук лесной и бук восточный. Бук лесной или его еще иногда называют европейским является характерным элементом зоны широколиственных лесов Европы и представляет собой очень крупное дерево до 50 метров высотой с аллептическими листьями с 5-8 парами боковых жилок и шиловидными придатками плюски. Распространен он почти по всей Западной Европе. Его северная и восточная граница проходят от Калининградской области через Западную Польшу, Юго-Западную Украину, Восточную Румынию, Крым и Болгарию. Северная и восточная граница его распространения определяется тепловым режимом. Бук лесной не выдерживает сокращения вегетации менее чем до 5 месяцев и снижение средней температуры января ниже минус 6 градусов. Данный вид имеет много ценных для озеленения декоративных формокультиваров. Особенно оригинальный культивар Бук лесного с плакучей кроной и одновременно темно-пурпуровыми листьями. Бук лесной темно-пурпуровый плакучий. Северным пределом интердукционной культуры бука лесного на европейской территории России является Санкт-Петербург, где он может сильно обмерзать и даже вымерзать с корнем, но может также спорадически плодоносить с образованием схожих семян. Бук восточный это также величественное дерево высотой до 50 метров с мощно-шатровидной кроной продолговато эллиптическими заостренными к обоих концам листьями более крупными, чем у бука лесного и имеет от 7 до 15 пар боковых жилок. Бук восточно распространен на Кавказе, в Малой Азии, в Северном Иране, в Восточной Болгарии. В месте, где границы ареалов бука лесного и бука восточного перекрываются, а именно в Крыму, их естественный гибрид получил название буком крымским. Бук восточный более холодостойк, чем бук европейский. Он требовательен к влажности воздуха и не может жить в районах, где относительная влажность падает ниже 70%. Он обычно не заселяет мокрые почвы близ выхода грунтовых вод, недрегнированные впадины, размытые русла ручьев на нижних террасах растет только при хорошем дренаже и недоступности для речных вод. Проявляет выносливость к ограниченному запасу воды, может расти вместе с дубом на крутых южных склонах с мелкой почвой, однако здесь он очень ветровален из-за поверхностной корневой системы. Может, в отличие от букв колесного, образовывать в ограниченном количестве корневые отпрыски. Продолжение следует...